Температура воды плюс 8 градусов. Температура воздуха тоже плюс 8. Температуру теплых улыбок и дружеской поддержки измерить невозможно. Так тепло поддерживали друг друга участники второго открытого чемпионата Кубани по плаванию в холодной воде. Вы сильным духом, сильным телом люди демонстрируете, что наша Россия сильна во всех направлениях. И мы своими достижениями готовы показать всему миру, что мы лучшие. Долина Суко распахнула живописные двери командам из Усть-Лабинска, Новороссийской и Якутии. Григорий Прокопчук несколько лет назад переплывал Берингов пролив между Россией и Аляской. Сегодня окунулся в Черное море. Мы вчера знакомились с морем. Кстати, очень чистое, красивое море. Понравилось. Мы здесь поплавали минут 10-15 и у всех хорошее впечатление. Конечно, надо систематически заниматься закаливанием тем или иным способом. И поэтому, я считаю, что к этому надо готовиться достаточно долго. Команда из Анапы самая многочисленная. Александр Денисенко зимним плаванием занимается уже 33 года. С 55 лет. Дважды в неделю, а то и чаще, ее можно увидеть на волнах. Ой, это вообще чудо. Очень-то хорошее ощущение. Ну, я считаю, что это здоровье. Дистанции на 25 и 50 метров преодолевали с задором и удовольствием. Ведь главный приз каждого участника – крепкое здоровье, закаленный организм и бодрость духа, которую они черпают в холодной воде. После одиночных заплывов эстафета завершили соревнования в морской воде. Плыли на выносливость 400 метров. Спортсменам повезло с погодой. Теплое солнце, спокойное море. Что еще нужно для любимого занятия? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!